приветствую вас господа автоклавщики сегодня у нас меню куриная тушенка курицу промываем немного обсушиваем и разделаем на удобные куски всех кур я разделал здесь голени и бедра кладу все части в разную посуду чтобы было удобнее раскладывать банки и чтобы каждой банке был болота или на часть курицы здесь у меня грудка в том числе косточки от грудки они в принципе тонкие и там практически один одни хрящи после автоклавирования они будут хрупкими мягкими короче их можно будет кушать и здесь у меня спинка небольшими кусками и порезал с костями также буду отправлять в банке сейчас я займусь раскладкой мясом начнем со специй я разложил специи а это лаврушка маленький кусочек или листочек 3 штучки обычного черного перца горошком я разложил этого все банки и вот банка 07 эти банки по 05 я их не мою вернее я их не стерилизую просто хорошо промывают потому что смысл стерилизации нет так как в автоклаве будет 120 градусов это есть стерилизация причем 40 минут а это обрезки остались от курицы то есть это пальчики с крыльев и от бедер вернее от голени и вот эти вот куски сварю собаки суп начинаем раскладывать мясо мясо я уложил в банке у меня получилось их восемь штук и девятая банка это банка 07 здесь у меня в основном спинки но там есть и мясо и кожа и жир это будет эксперимент я сюда добавил 7 грамм соли пол чайной ложки острого перца красного немного черного перца и сейчас я это буду заливать томатным соком хочу курицу в томате сделать чтобы томат томат достиг дна немного потребуется ложкой либо вилка либо палкой там поговорить что все слилось теперь необходимо нашу тушенку посолить в каждую банку добавляем по 5 грамм соли отлично все солим и ставим кипятится крышки чтобы они разогрелись и резинка которую уплотняющие внутри крышки стала более мягкой и плотно закрыла банку крышки закипели снимаем и приступаем к закрутке банок банки отлично закрыты можете смотреть и так что у меня получается у меня получается 8 банок курицы в собственном соку и две банки по 0,7 курицы в томатном соке здесь банки 0,5 переходим к следующему этапу это укладка банок в автоклав залив воды накачка воздуха я использую наипростейший автоклав производства белоруссия новогаз сюда вмещается 14 банок по 0,5 литра ну или там сколько-то большего объема я большего не делаю потому что не вижу там смысла откручиваем снимаем крышку да он изнутри не покрашена ржавеет ну что же делать такая конструкция укладываем банки вниз я наверное поставлю 0,7 там кстати есть специальная подставка для банок чтобы они не касались дна которая нагревается а дальше ставим по 0,5 я заливаю в автоклав холодную воду так чтобы все банки были полностью покрыты водой и чтобы вода не доходила примерно 8-10 сантиметров вот до горловины всем теперь можно закрывать и создавать начальное давление давление будем накачивать с помощью обычного автомобильного аккумулятора автомобильного насоса подключаю вот так к аккумулятору и приступим откручивать откручиваем вот этот велосипедный клапан так листу надеваем эту штуку и включаем насос набираем в 2 атмосферы здесь это 0,2 паскаля набираем в 2 атмосферы здесь это 0,2 паскаля минуточек чтобы проверить герметичность прошло 5 минут давление держится значит система у нас герметична теперь спускаем аккуратно давление до 0,1 паскаля то есть до 1 атмосферы стравливаем потихоньку давление сбросили до 1 атмосферы на этом этапе закручиваем тут болтик шайбу не знаю как сказать все включаем газ я включаю на максимальный у меня маленькая конфорка и начинаем нагревать и набирать давление до 0,4 мега паскаля прошло 43 минуты прошел 1 час 6 минут прошел 1 час 40 минут прошло 2 часа 31 минута и мы подобрались к давлению 3 атмосферы до заветной цели нас еще отделяет почти 1 атмосфера нам нужно дойти до 3 и 9 прошло 3 часа прошло 3 часа 22 минуты теперь мы будем держать давление около 4 атмосфер то есть 0,4 мега паскаля путем выключения включения газа вот и все прошло 40 минут всем доброе утро наш автоклав остыл давление упало до изначального который был накачан и сейчас мы будем потихоньку стравливать давление здесь нужно быть аккуратным чтобы крышки не слетели с банок но весь процесс я не буду показывать подолго ни одна крышка пока не щелкнула надеюсь они там не слетели хотя вчера брал новую машинку закатывающую крышку закрыты были очень хорошо все давление на 0 можно открывать все целое жир не плавает значит все банки целые вынимаем вода чуть теплая вот она тушенка домашняя тушенка готова вот две банки с томатом 2 все остальное просто курица в собственном соку вот первое выкладываем тушенку без добавления томата и тушенку с томатом кстати здесь с томатом одни спинки с костями вот это крылышко с косточкой в кости мягким рассыпаются все как вам это показать например вот косточка кладу на стол видите она мягкая возьмем кость побольше тут должно быть бедро а вот побольше кости также на стол положу смотрите полностью вся высыпается дальше а я не попробовал обычная вареная курица с томатом наверно будет вкуснее пробую с томатом тут кстати перец чили вот это вот зачетно вообще гораздо лучше чем просто курица остренькая кисловатенькая за счет сока значит классно всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь делитесь своими рецептами в комментариях пока